Жегородской области, в котором проживает 100 тысяч жителей, и разговор пойдет о торговом центре метро. Его площадь 12 тысяч квадратных метров, он 20 лет на рынке, один из первых, и основным пулом арендаторов являются индивидуальные предприниматели. Разрешите представить мою коллегу Теслину Ксению. Это директор ТРК Бульвар Рос в городе Энгельс, Саратовская область, где проживает более 200 тысяч жителей. У нее ТРК 11 тысяч квадратных метров и также 80 процентов арендаторов индивидуальные предприниматели. Работу мы построим следующим образом. Я даю информационный блок, затем Ксения меня подхватывает, говорит о результатах в цифрах и примеры. Итак, первый блок, проблематика сегодняшнего дня в торговом центре. Пандемия стала серьезным испытанием для торговых центров, так как они были полностью закрыты на несколько месяцев, но и после открытия ситуация была неоднозначна. И что мы имеем сегодня? Первое, падение трафика и конверсии по России до 30 процентов. Второе, изменение поведения покупателей, многие ушли в онлайн. Третье, свободные площади в торговых центрах достигают до 30 процентов по стране. Четвертое, увеличение издержек, начиная от роста коммунальных платежей до увеличения налогового времени и так далее. Третье, маркетинг неэффективный, затратный и не приводит к желаемому результату. И, наконец, состояние самих арендаторов. Если федеральные и региональные компании, будучи самодостаточными, активно продолжали работу после открытия, после пандемии, имея весь спектр современных инструментов для ведения бизнеса, такие как мобильные приложения, система лояльности, интернет-магазины, то индивидуальные предприниматели – это совсем другая история. И в большинстве своем они не адаптированы к современным условиям. Они потеряли 50 процентов онлайн-покупателей. Их основной инструмент для удержания покупателя становятся скидки, которые, как вы понимаете, обесценивают его бизнес. А затем и наш, как собственников, так как недополучив прибыль из-за скидок, арендаторы придут к нам в управляющую компанию за скидками по аренде. И я, как собственник со своей управляющей компанией и Ксении, как директор на бульваре «Рос», оценив весь масштаб проблем индивидуальных предпринимателей и поняв, что самостоятельно они с этим не справятся, мы уже осенью 2020 года были в активных поисках решения всех этих проблем. Вы понимаете, кто ищет, тот всегда найдет. Решение пришло от самих индивидуальных предпринимателей с бульвара «Рос», которые зашли на платформу «ЮДС». И мы с Ксенией, внимательно изучив этот продукт, поняли, что «ЮДС», хоть изначально и был создан для малого и среднего бизнеса, может решить массу наших вопросов. И тем самым, в буквальном смысле, «ЮДС» для нас стал эврикой для наших торговых центров. Мы с Ксенией первые, кто внедрили «ЮДС» в торговые центры. Выкупив лицензию, мы стали агрегаторами для арендаторов, и они заходили на «ЮДС» через структуру торгового центра. Это мобильное приложение стало нашим конкурентным преимуществом. И вот сейчас мы готовы поделиться своими наработками, что же дает «ЮДС» торговому центру, арендаторам и покупателям, ну и также управляющей компанией. Итак, переходим к второму блоку. Какие проблемы торгового центра мы смогли решить с помощью «ЮДС»? Первое. Мы оцифровали всю клиентскую базу и получили точный портрет целевой аудитории. Мы сейчас имеем возможность знать каждого покупателя фамилиями отчества, день рождения, возраст, как часто приходят за покупками в ТЦ и в какие магазины. Все это видим мы в личном кабинете без дорогостоящих маркетинговых исследований. Второе. Мы имеем единую бонусную программу для покупателей ТЦ. Третье. Наш маркетинг стал более эффективным при минимальных затратах, так как основные стимулирующие мероприятия мы проводим с применением цифровых технологий. Четвертый очень важный момент, на нем заостряю внимание, это привлечение новых покупателей. Как я уже сказала, мой торговый центр уже 20 лет на рынке, и он немного растерял своего покупателя, потому что появились более качественные торговые центры. Помимо привлечения новых покупателей, мы обеспечили возврат и удержание постоянных. Пятое. Получаем корректную информацию о товарооборотах арендаторов, что позволяет нам работать по скидкам не вслепую, а эффективно, избегая манипуляций со стороны индивидуальных предпринимателей. Шестое. Еженедельный аналитический отчет от платформы UDS показывает нам работу арендаторов. Количество покупок, средний чек, общая сумма в рублях. Седьмое. UDS упрощает переговоры с новыми арендаторами, которые только что заходят в наш торговый центр, так как торговый центр дает им возможность взаимодействия со всей клиентской базой. А также наши торговые центры имеют явное конкурентное преимущество перед другими торговыми центрами на рынках города, так как используем единые цифровые решения. Следующий блок это UDS, как нам UDS помог выстроить новые отношения между управляющей компанией и арендаторами. Впервые у нас выстроились партнерские отношения, так как раньше арендатор и арендодатель мы были по разные стороны баррикад. Сейчас произошло образование команды, где управляющая компания помогает арендаторам в выборе новых инструментов для ведения своего бизнеса, проводит ежемесячные зум-конференции по итогам месяца и образовывает индивидуальных предпринимателей. Второе проявление партнерства это слияние клиентских баз предпринимателей в одну общую ТРК, на примере Бульвара Рос Ксения вам позже продемонстрирует. Третье вовлеченность продавцов в общую работу системы лояльности. Продавцы это вечная боль у индивидуального предпринимателя. Так вот продавцу определяется сейчас ведущая роль в отцифровке клиентской базы взамен на дополнительное вознаграждение, тем самым формируется партнерство арендатор-продавец. Четвертое партнерство в маркетинге. Управляющая компания выступает координатором в перекрестном маркетинге между арендаторами. Предпринимателям самим всегда было очень сложно договориться друг с другом, но нам с помощью настроек UDS управляющая компания может организовать выдачу электронных сертификатов, например, между магазинами одежды и обуви, фитнес-центра и магазином спортивного питания и прочее. И также дать доступ предпринимателям к общей базе, клиентской базе ТРК и с помощью пуш-уведомлений проинформировать покупатели об их товарах и акциях. Мы как управляющие компании взяли на себя огромную ответственность. Первое, мы внедряем UDS арендаторам. Второе, обучаем продавцов, проводим мастер-классы. Третье, оказываем дальнейшее сопровождение и взаимодействуем с их торговыми точками. Для этого мы привлекли профессионального внедренца UDS Петра Пахомова, с которым по сей день мы плотно работаем и, объединив наши усилия, помогаем индивидуальным предпринимателям перейти на новый уровень цифровизации. От себя я хочу добавить еще один момент, который не вошел в этот блок. Это работа со скидками по аренде. Мы также вышли на новый уровень. Я как собственник, предоставляя скидки, должна что-то получить взамен от арендатора, ну как минимум трафик, а его индивидуальный предприниматель может обеспечить двумя способами. Либо это маркетинговая активность на период скидок, либо заход на UDS. И вы знаете, я вообще сторонник того, чтобы голодного человека целесообразно не кормить рыбой, а дать ему удочку. Так вот, UDS для нас стало той спасительной удочкой. Итак, четвертый блок. UDS для арендатора. Индивидуальные предприниматели оценили все 32 инструмента UDS. Я выделю только несколько. Первое. Уход от скидок. Предприниматели давали ежедневно до 30% скидок. Теперь через систему кэшбэк снижено до 3%. Рост среднего чека у них до 40% в течение первых месяцев работы. Второе. Обеспечивается возвратность покупателя. Третье. Эффективное сарафанное радио. Четвертое. Экономия средств предпринимателей. Пятое. Организация сайта, который, как вы, наверное, тоже в курсе, стоит от 100 тысяч рублей. Шестое. Обратная связь с покупателем. Ну и седьмое. Самое основное и важное. Доступ к общей клиентской базе торгового центра. И завершаю я свое выступление пятым блоком, что дает UDS для управляющей компании. Помимо эффективной и результативной работы в торговом центре, для нас UDS дает неограниченную возможность дополнительного заработка. А именно, заключив с компанией UDS партнерское соглашение, мы получаем вознаграждение за каждую проданную лицензию арендаторам и вознаграждение от ежемесячных их абонентских плат. На этом информационный блок я заканчиваю. Передаю слово Ксении, которая вас ознакомит с нашими результатами в цифрах, которые мы получили. Ксения, за пять месяцев, я за три месяца работы. Благодарю вас за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Коля, спасибо тебе за презентацию, за представление меня. Еще раз напомню, меня зовут Ксения Теслина. Я директор торгового комплекса «Бульварос». И сейчас, продолжая тему внедрения в торговые комплексы, я расскажу о наших результатах. Первое, чем хочется поделиться, это ростом нашей клиентской базы. Вот этот слайд демонстрирует, что вообще, на самом деле, на мой взгляд, уникальный случай. Мы в начале декабря заходили на платформу, узнав об этом от нашего предпринимателя. Первый предприниматель, который в ТЦ, как бы, ну, вообще проинформировал меня о возможностях таких, это Ольга Анбола, наш коллега и партнер, с детским развлекательным центром. И вот, увидев ее первые результаты, мы стали присматриваться. Вот поскольку понятно, что решение после пандемии искали все, и реально 80% наших предпринимателей не имели возможности работать, и мы пытались найти какое-то решение, нам выставляли там ценники от полутора миллионов выше для написания приложений для торговых комплексов. Ну, и, в общем-то, мы, на этом все и заканчивалось. И вот, увидев ее опыт, мы, я стала внимательно смотреть, да, результаты, и дальше оно как-то вот само пришло, да, осознание, что это можно двигать на уровне комплекса. Мы объединили клиентские базы. На самом деле, очень большое спасибо предпринимателям, поскольку они все понимают, что сами по себе контакты, они, ну, как таковой ценности не имеют, если нет возможности, так скажем, экологичного способа с ними взаимодействовать. И мы набрали на начало декабря порядка 160 тысяч контактов. Это люди, которые когда-либо на Бульваре Рос совершали покупки. Ну, надо сказать, что 1 июня нам 8 лет, то есть за 8 лет у нас достаточно большой трафик прошел, да, и вот эти люди так или иначе в каких-то магазинах совершали покупки, участвовали в маркетингах наших предприятий, и у нас есть их телефоны. И залив эту большую базу в ЮДС, в Бульвар Рос, мы увидели, что порядка 13,5% уже были соскачены мобильным приложением. То есть на самом деле в Энгельсе уже предпринимательское сообщество пользовалось системой, но такой был вот начальный этап, а сейчас мы имеем просто колоссальный приток. Вот этот слайд демонстрирует как раз, что 164 тысячи у нас контактов из зарегистрированных, то есть со скачанным мобильным приложением, почти 31 тысяча. Ну вот я готовила эту презентацию 15 дней назад, я не поленилась вчера зайти и посмотреть, то есть больше 32 тысяч цифровных людей у нас сейчас в нашей админке. То есть эти люди, которые скачали мобильные приложения, получили бонусную электронную карту Бульвара Рос. То есть мы на самом деле растем очень активно. И вот вернувшись к предыдущему слайду, хочу вам сравнение показать. То есть на 3 декабря мы стартовали 160 тысяч контактов, из них было около 23 тысячи оцифрованных. И сейчас это 165 уже практически тысяч контактов, 32 почти тысячи оцифрованных человек. Я себе ставлю цель на конец года 50 тысяч человек. Это 25% нашего населения города Энгельса. Ну вообще на самом деле задача передо мной стоит оцифровать все население города Энгельса. Очередно, я думаю, что к концу второго года использования мы реально достигнем этого результата, поскольку прирастаем очень активно. И свой вклад, и свою лепту вносим, поскольку, я напомню, 30 миллионов скачиваний стоит план на этот год у компании ЭДС. Вот мы таким образом вносим свой вклад в развитие. Я думаю, что эта задача достижима. То есть моя задача – оцифровать весь Энгельс и, собственно говоря, строиться таким образом от других торговых комплексов. То есть когда человек будет иметь, житель Энгельса, платежеспособный, бонусную карту в своем телефоне, Бульвара Рос и всех моих арендаторов, я думаю, что выбор, куда пойти совершать покупки, будет для него очевиден. И здесь же надо сказать, что мы четко видим портрет целевой аудитории. Вообще это боль для торговых комплексов. Вообще всегда проблема. Вот сколько, 8 лет я управляю объектом. И на всех обучающих мероприятиях мы говорили о том, что как найти свою аудиторию, как понять, кто она. Это всегда связано с исследованиями, всегда связано с затратами. Здесь мы просто заходим в админку и видим портрет целевой аудитории нашей. Мы видим, 85% наших покупателей – это женщины. Средний возраст наших покупателей – 36,8 лет. Мы на самом деле можем отследить приверженность. Дальше я вам покажу по результатам маркетинговых акций, какие магазины выбирают наши покупатели. Дальше следуем. То есть с результатами бабать, я думаю, здесь все понятно. Вот еще хотелось бы обратить ваше внимание на то, что на 3 декабря покупателей из общего количества оцифрованных людей было 14,5%, это 3,305 человек. Вот на момент подготовки презентации это 36%. То есть реально конверсия растет. Люди воспринимают вовлечение в систему лояльности как благо, как возможность экономии. И в общем-то на самом деле у наших предпринимателей, у нас объект свой работает на бульваре. Мы не только арендодатели, мы еще ведем коммерческую деятельность в термейно-развлекательном центре поля. У нас там потрясающие результаты в плане, что 95% операций проходит через ЮДС. Рост среднего чека произошел за 5 месяцев со 176 рублей, да, 270 рублей на настоящий момент. То есть это больше 50%, что мы понимаем. Двигаемся дальше. Значит, хотелось бы вот здесь проиллюстрировать некоторые результаты наших арендаторов. Значит, вот мир детства – это результат торгового комплекса метро в городе Арзамас. Это предприниматель, у которого сейчас 1100 квадратных метров. Ведет бизнес эта женщина больше 20 лет. Она возрастная, ей 65 лет, но она просто красотка. То есть на самом деле вот есть некоторое смущение, что возрастная аудитория, она, так скажем, не подвержена, да, вот цифровизации, вот вовлечения во все IT-решения и так далее. Нет, она не то, что заходила на протвор, она в нее залетала, понимая всю необходимость ведения. То есть на момент захода, это было 2,5 месяца назад, у них было 0 человек клиентов, 20 лет ведут бизнес. То есть никаким образом не была, не аккумулировалась база, никаким образом, кроме ВКонтакте, они никак с ней не коммуницировали. И у них потрясающие результаты. То есть вовлеченность собственника, у нее такие же возрастные продавцы 65+, но они просто красотки, работа в команде дает, вот посмотрите, да, цифровку практически, ну там 90%, 3742 человека в базе, 33,353 на тот момент оцифрованных, 3619 человек, они оцифровались практически вот, ну, с каждым, с каждым, с каждым. И вот этот пример как раз вовлеченности и мотивации, и работы продавцов, где они становятся как раз вот партнерами, и в первую очередь, ну, не сливают бизнес своего собственника, а помощниками его являются. Еще один, хотела пример вам показать, я его называю «Быстрый старт». Это уже салон красоты в городе Энгельс, наш арендатор. И вот меньше месяца работы оцифровано 668 человек. То есть когда мы залили базу клиентскую салона в UDS 1392, да, контакта, оказалось лучшим результатом на этот момент по оцифровке. То есть 35% у них уже было скачанным мобильным приложением. То есть вот за эти пять месяцев, так скажем, что, ну, я думаю, что «Бульварос» в свой вклад внес то, что много людей реально скачали это приложение. И вот это был лучший результат. И они прям вот тоже работа администраторов на местах, вовлеченность собственника дает потрясающий результат, очень быстро двигаются, перерастают по базе. И мы на них вот, ну, мы на самом деле, вы должны понимать, мы сейчас в процессе экспериментов, все время находимся, для нас все вот вновь, все новое. Мы постоянно экспериментируем с маркетингом. И мы вот по салону красоты, у них было предложение в начале весны о проколе ушей для деток, для девочек маленьких. И мы дали эту пушку по базе семейно-развлекательного центра «Поляна». То есть целевая аудитория прям вот ее, 7 тысяч оцифрованных клиентов в «Поляне» сейчас. Мы даем пушу уведомления о проколе ушей, и она мне дает собственнице обратную связь, что у нее вся неделя была, ну, как бы запись была на всю неделю. То есть прям вот в первые дни уже плюс 9 тысяч принесла эта услуга в салон, хотя она не была так сильно востребована до этого момента. Вот, то есть мне это реально классный результат, когда трехминутное действие вот в виде составления пуш-уведомления дало просто вот в бизнес плюс 9 тысяч на первый же день, да, и еще запись на неделю вперед. И вот я еще хочу обратить ваше внимание, вот на этом слайде хорошо видно, как работает кросс с бульваром, когда бульвар выступает агрегатором и имеет возможность об условиях, об акциях, о предложениях своих арендаторов говорить по своей большой базе, какой идет результат у арендаторов в этот момент. Следующую пуш мы давали по, значит, насколько я помню, по услугам, по волосам и давали ее уже по стрижке по бульвару Рос. И вот вы обратите внимание, да, что через ссылку в пуш-уведомления от бульвара зашло сразу и отсопровалось к ней 48 человек. Ну, на мой взгляд, это отличный результат. Вот, поэтому как бы мы реально применяем сейчас очень активно. У нас очередь на пуш-уведомления на 2 месяца вперед с ценным контентом от наших арендаторов. Ну, вот так вот выглядит наша сейчас система лояльности. То есть вот на тот момент, когда создавалась презентация, это было столько, за последнюю неделю еще 2 арендатора к нам присоединились. Это сеть пиццерий Дона Пицца и грудничковое плавание Водный мир. Так что они скоро придется этот лайк обновить. Соответственно, бульвар Рос выступает агрегатором, и все остальные арендаторы работают с нами в системе. Вот так выглядят наши сайты. Мы использовали инструмент каталог для размещения, так как сам торговый центр ничего не продает. Вот мы каталог используем для размещения своих арендаторов, их логотипов, и зайдя к нам в каталог, любой человек может зайти, пройти по ссылке к нашему арендатору и присоединиться к его системе лояльности. Ну и дальше я хотела бы вам рассказать про наши опыты маркетинга. Значит, первый наш опыт – это был Новый год. Мы очень торопились, потому что сами зашли 3 декабря, и вот к концу года хотели что-то уже сделать, какую-то движуху именно с использованием цифровых решений. И 11 предпринимателей заскакивали вместе с нами одновременно. И первая наша акция была приурочена к предновогодним покупкам. С 24 по 27 декабря мы проводили акцию «Без подарка не идешь». Ее основной посыл был в том, что покупаете в магазинах-участниках через программу UDS, совершаете покупку от 2000 рублей, вы получаете гарантированный подарок. Это была мелкая и средняя бытовая техника, и более мелкие призы, там посуды и так далее. Вот, и еще один такой шоу-шлейф, что во время этого мероприятия мы закрутили кросс со всеми магазинами-участниками, покупая в одном из магазинов, от всех других приходили электронные сертификаты. И третий посыл был, что самый активный покупатель на бульваре по результатам, значит, вот рейтинга получит, три самых активных, получит дополнительные денежные призы 10 тысяч рублей. Соответственно, у нас была возможность их в админке у себя увидеть, и условие было, что минимум в трех магазинах-участниках надо было совершить покупки на большие суммы. Вот такой вот трехуровневый маркетинг был, и какие результаты мы получили. Значит, вот обращаю ваше внимание на активность в период акции, то есть первый слайд – это операции. Соответственно, за четыре дня активности у нас прошло 992 операции через систему UDS на общую сумму – миллион, ну, почти 200 тысяч. И видим пики, да, то есть вот мы начинали, начало декабря, как-то вот росли, 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 здесь пошли пики. И потом январский уже праздник, и пошел спад. То есть на самом деле акция была широко анонсирована, и она вот имела успех у наших покупателей. Что, какой еще, вот этот слайд демонстрирует как раз всплески по оцифрованным клиентам, то есть вот эти четыре дня акции нам дало плюс 1372 человека, которые скачали мобильное приложение, присоединились к нашей системе лояльности. Соответственно, это дало новый скачок в приросте нашей клиентской базы. Дальше, следующие результаты. Мы подвели итоги, выявили трех победителей, наиболее которые активно совершили покупки, вот они в соцсетях были опубликованы, мы выложили потом посты, прям фотографии с денежными призами. Соответственно, мы видим целевой портрет нашей аудитории, да, то есть мужчина и женщина, сколько принимал участие, какой возраст, сколько всего операций прошло, да, за весь этот период в системе, средний чек, соответственно, по торговому комплексу, и какие магазины пользовались наибольшим спросом в период предновогодних праздников. Детские игрушки, детские товары, женская одежда, обувь, аксессуары. Значит, с Новым годом мы закончили, дальше мы думали, как еще мы можем, что еще можем использовать. И другая методика была использована уже 23 февраля и 8 марта. Мы пробовали другую гипотезу. Мы разместили товары за баллы в виде тоже мелкой и средней бытовой техники, и какой посыл отправили нашим потенциальным покупателям. А шопингуешь на бульваре, получай подарки, то есть настроили свою бонусную карту таким образом, что 10% от покупок в любом магазине аккумулировалось на бонусной карте именно бульвара Рос. И мы эти баллы люди копили и потом имели возможность обменять на товары за баллы. Вот мы их разместили, вы видите, да, здесь мясорубка, мультиварка и так далее. То есть люди видели, какой товар они хотят забрать, так скажем, за баллы, на какой копить хотят. И какие результаты. Значит, 4 тысячи человек приняли участие в этой акции. То есть мы видим, что они в этот период совершили покупки и копили. 2 тысячи из них копили на более дорогие подарки. То есть минимальная стоимость подарка была 500 баллов. Можно было бы забрать там условно плед за 500 баллов. Но половина из покупателей копили на более дорогие подарки. Видно было, что они совершают покупки еще, еще, еще и копят. Общее количество также с этой акции... Будем работать. Также с этой акцией мы провели кросс между всеми магазинами. И здесь у нас тоже получился отличный результат. То есть 251,743 рубля... 1743 рубля принесло дополнительные прибыли к магазинам-участникам за счет электронных сертификатов. То есть конверсия составила 31,5%. И эта акция принесла нам дополнительных клиентов в базу почти около 2 тысяч человек. Вот цифры, да, на начало акции, на 19 февраля и на конец акции. 1800 с лишним клиентов у нас за это время оцифровалось и присоединилось к нашей бонусной программе за счет вот этого маркетингового мероприятия. Так, следующий результат... Вот хотела бы поделиться с вами результатами в метро. Надо сказать, что у метро на настоящий момент оцифровано почти 8,5 тысяч человек. Но они стартовали с нуля. То есть если на момент нашего захода у нас там уже в Энгельсе как-то люди пользовались приложением, то там прям вот мы по нулям практически. И они вот за 3, там 2,5-3 месяца, потому что их первый опыт был начало марта. Как раз вот первое мероприятие маркетинга в начале марта проводилось к 8 числу. И я считаю, это отличный результат. Какая здесь была использована механика? Значит, был посыл покупателям. Покупайте в метро, в магазинах, участниках и программы лояльности UDS. И самые активные покупатели, совершавшие больше трех покупок, получают 5 сертификатов по 3 тысячи рублей. То есть 5 участников надо было выбрать. Соответственно, плюсом шла та же коллаборация между всеми арендаторами, покупая в одном, получая электронные сертификаты во всех остальных. И какие результаты у нас здесь есть? Первое, это приняли участие в акции 1237 человек. Количество покупок они совершили 1607, то есть кто-то из них совершил больше, чем одну покупку, и дальше три. Я вам сейчас этот пример расскажу. Общая сумма покупок больше трех миллионов. Выполнили условия, это больше трех магазинов 41 человек. 151 покупка была у этих людей на общую сумму 320 тысяч рублей. Какой был момент яркий? Магазин нижнего белья, сочный персик есть в метро. И там девушка купила комплект белья в период акции. Ей пришел сертификат от магазинов других. Она пошла в Эвиту использовать сертификат на обувь, пришла туда, купила обувь. Ей здесь же пришел еще сертификат после покупки от сочного персика. Она возвращается в сочный персик и говорит, у меня есть сертификат, я хочу его обналичить. Покупает ей еще одну покупку, и в итоге ей приходит еще один сертификат после использованного. Что она в итоге ушла с тремя покупками. Конечно, EDS не панацея, да, это просто классный инструмент. Здесь работа еще плюсом, вот когда работает еще и продавец активно, то результат вот такой. Значит, дальше. Что хотелось бы, да, по перспективам сказать, буду заканчивать. Время просто уже заканчивается у меня. Значит, момент какой? Ну, я вот вам сейчас проиллюстрировала несколько идей, как мы это сделали. Мы, на самом деле, сейчас в постоянном поиске находимся, и чем больше мы погружаемся в эту тему, тем больше возможностей я вижу. Дальше, вот сейчас мы отрабатываем все в офлайне, все больше и больше арендаторов присоединяется к нашей платформе. Дальше я вижу, на самом деле, огромную возможность в переходы онлайн и стать ТЦ как агрегатором и онлайн-продаж в том числе. То есть вплоть до организации единой службы доставки заказов и оплаты. Это, так скажем, следующий этап, над которым сейчас мы, ну, как бы продумываем, работаем и технически пытаемся это реализовать. И еще один момент, который мы тоже сейчас тестим, это Wi-Fi магнит, да? Ну, слышали уже о том, что UDS прошла интеграция с Wi-Fi, и мы сейчас находимся на стадии тестирования. То есть у нас на Бульваре Рос есть открытый Wi-Fi, и, соответственно, присоединяясь к нему, люди регистрируются. У кого нет скачанного мобильного приложения, система им предлагает получить нашу бонусную карту. У кого оно скачано, система напоминает им о наличии баллов у того или иного магазина, мимо которого он идет. Вот, на самом деле, интересная, на мой взгляд, очень перспективная тема. Вот сейчас находимся на стадии тестирования, обязательно в будущем поделимся нашими результатами. Ну, и что в заключении хочется сказать, буду подводить итоги. На самом деле, считаю, что это крутая схема продвижения ТК и его ориентаторов. Да, о справедливости ради надо сказать, что, ну, не всем. Она подойдет тем торговым комплексам, где большую часть фулла арендаторов составляет федеральная компания, будет сложнее. Я думаю, что федеральная компания, так скажем, следующий этап и такой, ну, непростой этап, да, захода. Потому что, ну, с предпринимателями все как бы понятно, потребность у них сформирована уже. Вот, но, тем не менее, большая часть торговых центров имеет такую потребность. То есть нам вот довелось на прошлой неделе с Ольгой быть на бизнес-завтраке в Нижнем Новгороде. И прям следом на семинаре в Москве, посвященном как раз эти мероприятия, оба были посвящены решению проблем торговых комплексов после, да, пандемии. И аудитория просто на ура встретила, ну, наш кейс, да, мы его уже успели предотдавать вот в нашей целевой аудитории, то есть среди собственников и управляющих торговых комплексов, была шикарная просто обратная связь и большая востребованность этого материала. Вот, поэтому дерзайте, наша команда внедренцев, которые прошли этот опыт, я, Ольга, Петр, мы готовы помогать, сопровождать переговоры с руководителями торговых комплексов и собственников, помогать вам в этом вопросе и заниматься внедрением. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Ну, вот, большое спасибо.